Лена, привет! Привет! Рады встретить тебя на стадионе «Метеор» в Жуковском. 23-кратная чемпионка России, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта. Это все является результатом того, что тебе привели в детский спорт? Или с чего начался твой путь в легкой атлетике? Ну, путь такой банальный. Просто пошла с подружкой за компанию. Ее пригласили в секцию. Тренер ее заметил и пригласил. Меня не приглашали, но я сама решила, что буду ходить с ней просто за компанию. И вот так начала ходить. Это было где-то 10-12 лет? Даже попозже, нет. Где-то, наверное, 13. У современной молодежи много соблазнов не ходить на спорт. Что тогда двигало? Желание досуга с подругой? Или просто тоже был интерес к спорту, к движению, к развитию? Нет как такового какого-то там. О спорте я не думала. Да, это ходить с подругой, плюс там новые знакомства, новые ребята. Это скорее такая тусовка, чтобы пойти, пообщаться, поиграть. Ну, мы играли больше в какие-то игры спортивные. То есть о результатах там не шло речи. Это скорее просто времяпрепровождение веселое. Как спортивная тусовка. Ну да. Когда у тебя появился первый результат, и ты решила, ого, круто, так, дальше уже будет интереснее. Что было вот этой вот точкой невозврата? Ну, наверное, это не такой результат был, просто место. Я на какую-то меня длинную дистанцию заявили. Ну, на тот момент, может быть, это было 800 или полторашка. Особо никто не бегает такие дистанции в детстве. Все любят бегать спринт. Поэтому там, наверное, было человека три заявлено. Вот, и я попала в призы ввиду этого. И меня это так воодушевило. То, что меня наградили, там, медаль, грамоту дали. Вот, я подумала, блин, класс. Как-то стало больше спорта в твоей жизни, больше тренировок после этого? Или ничего особо не изменилось? Но ты поняла, что ты хочешь именно этим заниматься дальше? Да, изменилось. Я хотя бы стала там ходить постоянно. Потому что до этого это, конечно, были такие, хочу, пойду на тренировку, хочу, не пойду. То есть пропустала, много бросала периодически. Это не постоянно как-то было. Окей, легкая атлетика. Кроме легкой атлетики, были у тебя какие-то еще желания попробоваться в другом спорте? Именно в спорте? Ну, наверное, нет. Я ходила в секцию волейбола, маленькая, но это просто был такой любительский в школе. Мы играли тоже, скорее, тусовка. Просто там вечером в школе играли в волейбол. В футбол много играла именно во дворе. Вот, наверное, кстати, в футбол, да. И мне многие говорили, что вот тебе надо идти в футбол. Ну, и до сих пор я, кстати, люблю в футбол играть. Да, во дворе я много играла, и, кстати, наверное, могла бы пойти в футбол. Хорошо, если возвращаться к легкой атлетике, что больше тебе по душе, что твоя история? Это асфальт, стадион или кроссы? Ну, пока не говорим про расстояние, именно покрытие. Что тебе больше по душе? Шоссе 100%. Мне кажется, моя техника бега, она как-то именно способствует больше шоссе. Я так толкаюсь сильно, такой бег, и вот он, видимо, идеально подходит для шоссе. Но, насколько я понял и читал, в юности, когда ты тренировалась, было много кросса, и кросс прям был твоим нелюбимым занятием, и это было просто вот то, что надо через силу, через все. Да, кросс мы тоже проходили, и считаю, что, в принципе, все должны это пройти. Хорошая такая силовая подготовка, какие-то снежные такие проходящие старты, они тоже нужны, и разнообразие. Но, опять-таки, наверное, ввиду моего телосложения, может быть, техники, мне не очень идет кросс, мне тяжело вот это, нет, наверное, такой силы, может быть, большой, а там все-таки нужен такой силовой бег. Вот, мне как-то не хватало, мне всегда тяжело, не нравилось, скорость просто не мое. На данный момент у тебя один полумарафон, первое место. Как тебе вообще зашла эта дистанция на соревнованиях? Достаточно крутой скорости, феноменальной. Планируешь ли ты их еще бегать? Почему один нет, и не много? Больше их уже. Конечно, ну, не полумарафонов, но уже, наверное, штук, не знаю, шесть точно бегало. Это была не твоя рабочая дистанция, насколько я помню, и поделилась впечатление после Ярославля, если я не ошибаюсь, что ты прибежала гораздо круче, чем ты даже планировала. Как тебе вообще полумарафон? Считаешь ли ты его какой-то вот такой вот легкой дистанцией, или это все-таки для тебя, но и для многих уже какой-то вот такой вот точка невозврата и полпути к марафону все-таки? Да, неожиданно для меня он оказался достаточно приятной дистанцией. Я долго не решалась на него, мне казалось, что это слишком много, не хотела, и совершенно случайно я его попробовала. И да, вот удивительно получилось быстро. Вот после этого мне как-то понравилось, я поняла, что не все так страшно. Поэтому сейчас, да, я люблю полумарафон, наверное, потому что такая скорость не сильно быстрая, ну и это не так много, как марафон. Елена, правильно я понимаю, что сейчас уже, наверное, всю трудовую жизнь, спортивную жизнь, спорт и является твоей работой. Да. Расскажи, как строится твой день, твоя неделя, твой рабочий процесс, именно вот в плане бега, в плане тренировок, насколько это измерительно дается, да, жить спортом, жить легкой атлетикой? Да нет, это дается, наверное, в кайф, в удовольствие, потому что когда твоя работа – это твое любимое дело, ну, ты не считаешь это, наверное, работой. День строится, обычно это две тренировки, то есть, ну, утро-завтрак, потом тренировка первая, после – это обед, потом время отдыха, ну, обычно мы спим, дальше вторая тренировка, после – это какие-то обычные восстановительные процедуры, там, массаж, либо баня, либо еще дома просто как-то восстанавливаешься, ну и все, вечернее время, там, не знаю, почитать в соцсетях. Каждый день, либо какие-то дни отдыха? Всегда, в воскресенье всегда отдых, то есть обязательно один день никаких тренировок, вот, стараемся куда-то отключиться, либо куда-то съездить, сходить, погулять, в общем. Способствует ли твоя форма определенная еда, образ жизни, здоровый образ жизни? Что из питания, да, ты бы посоветовала, либо чего придерживаешься ты, находясь в такой прекрасной форме? Ну, у меня, наверное, нет каких-то строгих правил, и вообще, я очень много, например, ем сладкого, вот это, наверное, моя беда, я это понимаю, что это не очень хорошо, я прям сладкоежка, но сейчас, опять-таки, наверное, могу себе это позволить, потому что объемы большие, и я понимаю, что это все, в принципе, сжигается. Наверное, в дальнейшем, когда закончу карьеру, надо будет немножко себя придерживать. Ну и в целом я, конечно, не ем какие-то там пастфуды жесткие, опять-таки не скажу, что я их никогда не ем, то есть если мне хочется, я могу себе это позволить, но стараюсь просто не делать этого постоянно, но как-то и не хочется, плюс какие-то там, не знаю, газировки, соусы, ну всякая такая химия, тоже стараюсь этого не есть, и не из-за того, что я вот спортом занимаюсь, просто как-то у меня уже это выработало, и что это не есть хорошо для моего организма, и не хочется себя этим всем пичкать, потому что сейчас очень много альтернативы, и хорошей, и вкусной, и здоровой пищи, которая будет тебе и вкусной, и при этом никакого вреда организму не будет приносить, поэтому сейчас с этим нет проблем. Ну да, сейчас много здорового питания в целом, и что-то такого полезного, и много продуктов альтернативных появилось, поэтому, да, и также за последние 3-4 года бега, здоровый образ жизни стал достаточно модным и правильным, да, но это, наверное, хорошо, но вот прямо такой бум, это удивительно. Как ты считаешь, что еще могло бы больше подстегнуть людей заниматься спортом, именно любительским спортом? Это здорово, что сейчас многие стали заниматься в других странах, да, назовем их так, прямо есть культ бега, культ, не знаю, там, велоспорта, но мы сейчас там касаемся бега, что могло бы людей еще больше подстегнуть и занять любительским спортом, на твой взгляд? Ну, опять-таки, хорошо, что люди начали этим заниматься, мы просто сейчас, да, на начальном пути, но не может все сразу как бы произойти, то есть на это нужно время. Опять-таки, то, что люди начали заниматься, это уже плюс, и это подстегивает других, то есть, ну, там кто-то, родственники, знакомые, друзья увидели, что вот у меня сосед бегает, да, если раньше это вообще было дико, то есть ты бежишь по улице, и тебе там кричат, свистят, и люди просто недоумевают, то есть сейчас это уже в большей степени норма, то есть, например, в крупных городах вообще это не вызывает никакого удивления, и очень много людей бегает, и это как раз тоже способствует тому, что другие смотрят и видят, что... То есть я сейчас выйду, это не зазорно, никто смеяться не будет, таких людей уже много, куча. Плюс старты, очень много стало проводиться стартов, не только в Москве, там, в Питере, а во всех городах, даже в маленьких, там, где люди вообще не знали, что такое раньше соревнования, и сейчас даже в самых маленьких каких-то городах проводят беговые старты, ну, и не только беговые, вот, это тоже показывает людям, что вот есть такие соревнования, мероприятия, где можно принять участие, плюс уровень очень подрос, старты такие классные, праздник, медали красивые, все это, ну, опять-таки, тоже спортсмены, мы со своей стороны стараемся это как-то освещаетесь, соцсети, и очень много людей в соцсетях, как я вижу, тоже видят и начинают, кто-то пишет, что вот, мы увидели вас, тоже начали заниматься. Да, да, большинство. То есть, тоже стараемся как-то это популяризировать, ну, плюс, наверное, реклама нужна какая-то, вот, например, когда у нас какие-то старты проходят именно официальные, там, чемпионаты России, очень страдает то, что не особо это как-то освещается, но вот сейчас начали на матче показывать, чего раньше не было. Да, марафон, марафон. Да, трансляции стали, это тоже большой плюс, вот, этого еще несколько лет назад даже не было, сейчас вот уже мы, то есть мы двигаемся, это большой плюс. Да, и также, на мой взгляд, нужно больше инфраструктуры, да, сейчас мы видим, как обустраивают набережные, делают тротуары, беговые дорожки. Да, сто процентов. Вот, если, опять-таки, крупные города с этим как бы повезло, в той же Москве, то есть города вообще не приспособленные к бегу, то есть такое тоже было, что мы приезжаем куда-то в город, ну, там, либо ты по делам, либо куда-то к родственникам, и ты понимаешь, что ты просто не можешь побегать. Просто негде физически. Казалось бы, да, что бегать – это такая самая доступная вещь, ну, выйди и бегай. Но даже с этим бывают проблемы, что просто негде побегать. Вот это вот беда. В Три был недавно, там сейчас весь город перекопали, ведется большая инфраструктура, да, развивается там достаточно большими темпами. И также вот люди, которые этим сейчас занимаются, говорят, что туда будет как раз часть тротуаров, там, часть набережной выделены под беговые дорожки, под велодорожки. Но это вот сейчас только-только начинается, это не закончится, там, через 2-3 месяца уже будет зима, то есть только уже в следующем году можно будет их воспользоваться. Пусть что-то, это уже огромный плюс. Да, да, пусть даже еще вот такие достаточно крупные города, да, там Тверь, ну, не маленький город, а остальные тоже обязательно, я думаю, за ними подтянутся. Хорошо, ты достигла очень серьезных результатов. Есть ли в планах создания большой профессиональной школы курсов имени тебя в планах или амбиции, может быть, есть ли ты на это тренируешь, но при этом какой-то большой школы, которая была действительно круто именно на тех дистанциях, на которых ты показывала крутые результаты. Ну, прям имени меня бы нет, не хотела ничего своим именем бы называть, но вообще, наверное, да, потому что сейчас часто этот вопрос поступает, и многие ребята прям просят, ну, хотят там встретиться, пообщаться, ну, создать какое-то такое общество. И я думаю, что да, почему нет, потому что эта тема очень близка и мне, и вот у меня супруг, было бы здорово в идеале как бы это все в какое-то привести к разумному такому. Да, хотелось бы, наверное, когда сами немножко подзакончим, потому что трудно, ну, если уйти прям туда и совмещать свою деятельность с транспортом, пока, наверное, будет трудновато. в дальнейшем, да. Какие планы на ближайший сезон, там, следующий сезон? Понимаю, что он там может быть немножко ограничен в возможностях, но какой-то план, план минимум может быть есть, или пока будет просто восстановление, назовем это так? Хочется как можно мягче, да, войти в режим, восстановиться, просто начать тренироваться без какой-то спешки, без форсажа, вот, ну, к счастью, будет зима, как раз таки есть время, вот, чтобы там укрепиться, закачать какие-то слабые стороны, ну, в принципе, зима и так всегда проходит достаточно мягко, то есть это можно походить в зал, в бассейн, вот такой общеразвивающий, как бы, такой план пока. Два вопроса. Первый, это, наверное, где взять мотивацию, в целом, кто хочет начать, но дальше желание пока вот не идет у человека. Как, ну, мотивация, у всех она своя для каждого, ну, кто-то бегает, чтобы похудеть, кто-то бегает, чтобы снять какое-то напряжение, то есть кто-то так устает на работе, например, многие вот любители, которые тренируются, они после вот этого офисного дня, для них это прям кайф побегать, это другая нагрузка, ну, голову разгрузить, побыть наедине с собой, а для кого-то это прям амбиции, результаты, там, может кто-то ставит цель, пробежает там половинку, может кто-то марафон ставит цель, кто-то уже на цифры там заглядывается, хочет улучшить личники, вот, кто-то просто для здоровья бегает, чтобы, ну, там, максимально продлить свой, там, не знаю, быть молодым, здоровым, потому что есть люди, которые вот у нас тренируются в 60 лет, некоторые начали только бегать, вот, у них своя цель, поэтому тут надо покопаться в себе, найти для чего, вот, зачем вы это хотите делать, почему, кто-то еще любит ездить по городам, собирать там медальки, смотреть, совмещать такое туристическое, полезно, спортивный туризм, да, какое пожелание тем, кто ленится вставать холодным, темным, зимним утром на пробежку, потому что холодно, темно, но это, наверное, опять же вопрос к мотивации, именно к мотивации зимой в дисциплине. Да, 100%, конечно, это тяжело, это всем тяжело, и нам тяжело, но тот кайф, который ты испытываешь после, когда вот, причем, чем тяжелее тебе выходить, чем больше ты себя перебариваешь, но потом ты это сделал, мне кажется, что удовлетворение от этого тоже в разы больше, это уже, ну, как наркотики, вот, людям просто стоит это попробовать, и после этого они поймут, почему мы это все делаем, да, потому что такое удовольствие от проделанной работы, ты гордишься собой, ты думаешь, что твоя красавчик, несмотря на все это, вышел в обегу. Ну да, ты смог, а кто-то, кто-то так не смог и не вышел. Да, плюс все равно гормоны все это выделяет, там, эндорфины, не обманешь организм, устроена физиология, все равно какое-то удовольствие получите. Спасибо тебе огромное за уделенное время. Вам спасибо. Желаем тебе всего самого лучшего, чтобы все прошло хорошо, восстановиться и снова ворваться в спорт. С вами сегодня. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok